Еда из одной части света отличается от другой, как черный цвет от белого, так и русская еда непривычна китайцам и наоборот. Однако туристические поездки для того и созданы, чтобы знакомиться с местной культурой не только визуально, но и попробовав традиции на вкус. Мастер-класс Дарья Пожарская с дегустацией – это прекрасное погружение в русскую культуру. Но мы собираемся принимать китайцев здесь не на один только прием пищи, не на один день, мы хотим, чтобы они здесь были день-два. И когда люди из другой культуры присутствуют в иной стране на сутки, на двое суток, им необходимо какое-то свое домашнее привычное питание. Привыкли китайцы совсем другой пищи, нежели европейцы. Какой именно, тверским поварам рассказал приглашенный гость из Санкт-Петербурга – шеф-повар ресторана китайской и паназиатской кухни Игорь Тимошенко. И раскрыл им основные секреты приготовления китайских блюд. Это, конечно же, научиться понимать баланс вкусов в китайской кухне. Он там очень, на самом деле, универсален и интересен, в первую очередь. И, конечно же, овладение секретами некоторых техник, таких как готовка в боке и техники нарезки. Игорь Тимошенко показал, как приготовить китайский завтрак и обед. Он использовал традиционные ингредиенты. И перед публикой постепенно стали появляться паровые пирожки, свинина по-пекински, рисовая каша, конджи и еще много чего. Даже привычные россиянам огурцы у китайцев и то приготовлены по-своему. Китайская закуска, очень известная, зарожденная в Пекине – это битые огурцы. Почему они называются битыми? Потому что они в прямом смысле слова отбиваются. Овощи недолго маринуются в смеси кунжутного масла, соевого соуса и особой специи – сычуаньского перца. В итоге получается довольно пикантное блюдо. Конечно, в наших кафе такого предложить не могут. И китайским гостям приходится есть европейские кушанья. Обычно курица, рыба, рис. Редко когда едят картошку, но в основном рис. Овощи. Не исключено, что теперь в меню кафе, где заведует Олеся Рогут, появятся новые блюда. Возможно, их захотят попробовать не только китайцы, но и сами тверетяне. Пока еще поток гостей из Поднебесной не такой большой. Но те, кто уже побывал в Верхневолжье, успел оценить прелести русской глубинки. Китайским туроператорам очень понравился наш торжок, понравился мастер-класс Дарьи Пожарской, понравился музей в Бернова. То есть, несмотря на то, что казалось бы, это такое весьма национальное и специфическое, то есть китайские туроператоры считают, что это вполне перспективное направление. Юлия Калинина, Антон Шишкин, Твериград ТВ.